Всем привет! Нур24 представляет. Что же вы посмотрите в кино в этом месяце? Да, новый год, новый формат, и теперь мы готовы рассказать не только о том, что можно увидеть на следующей неделе в кинотеатрах, но и в целом о том, что показывают на больших экранах в феврале. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Невероятное катание Надежды Гориной делает ее основной претенденткой в борьбе за предстоящий кубок льда. Надо же, как выросла дочка главного героя. Прямо не узнать. Да, в киносемьях такое часто бывает. У них вообще год за два, а то и за три. Предыдущую часть снимали в 2020 году, то есть прошло 4 года. Ну, это у нас, а у них там в их киновселенной почти 8 лет. Девочка выросла, стала фигуристкой и хочет, как мама, завоевывать награды. А ее отец переживает о том, как бы спорт не сломил юную спортсменку. В общем, Петров кричит, ругается, показывает яркие эмоции. Такой типичный Александр Петров. Ну, а дочка его влюбляется. Не поверите, в хоккеиста вот это поворот, вот это сюжет. Конечно, зачем искать какие-то новые ходы, если, в принципе, в первой части уже все придумано. Давай, давай, звезда моя! Ну, у вас просто прекрасное отношение, ребят. Вы ничего друг другу не рассказываете. Вы что хотите, чтобы я сказал? Да не надо ничего говорить! Тебе, пап, сколько тебе было, когда вы с мамой познакомились? С программой помогу, но она не должна знать, что я в этом участвую. Давай низ в тени! Вперед! Я бы на твоем месте сам себе в морду бы пирал. Зачем так рисковать? Ты разве этого не понимаешь? Я хочу быть как мама. В общем, песни будут, танцы будут, еще будет драма, любовь и, конечно, Петров. Все по классике. Буквально на пятки немолодеющему, но все еще популярному Петрову наступает Никита Калагривый, прямиком из Казани, буквально в кроссовках и спортивках. Что, не знаете, кто это? Очень странно. Вы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю! Вы не готовы! Кащей, Вова, Адидас, Чушпаны, пацаны, ничего не говорят вам эти слова? Ведь Никита – это главный герой нашумевшего сериала «Слово пацана». Он, кстати, успел залететь где-то в десяток новинок киноиндустрии. В январе его показывали в сказке «По щучьему велению», он там играл главную роль. А сейчас, в феврале, вновь премьера, он играет главную роль в фильме «Я – медведь». Женя! И откуда в нашем доме медведь? Это подарок! Я тебя сейчас уберу! Не ссориться? Мы вообще-то все кто? Команда! Ну, команда, не группировка, уже хорошо. И в фильме Никита играет, не какого-то там чушпана, а хоккеиста. Правда, у хоккеиста этого постоянно какие-то проблемы. И с ногой у него травма, и в команде не все в порядке, и в семье постоянно плачут. А помочь со всеми этими проблемами ему должен маленький медведь. Это Мишка, наш новый талисман команды. Я не понимаю. Игорь Андреевич, этот медведь сам попал ко мне в руки. Это знак. И я должен найти ему дом. А у нас он как раз есть. Наша команда. Тайга. Холодно, холодно, но ничего. Этот медведь, кроме нас, никому не нужен. Надо Мишку вытащить. Найти его, мама. Она его ищет. Команде, похоже, конец. Мам, а что теперь будет? Это наш медведь, и мы сами все решим. Ну уж не знаю, как там они будут сами решать, особенно с мамой этого Мишки. Но надеюсь, что все закончится хорошо, ведь это все-таки семейное кино, а не какой-то там сериал. Еще из российского в прокат выходит сразу несколько новинок. Комедия «Конец славы» с Павлом Деревянко в главной роли. Кстати, она выходит 1 февраля, так же, как и «Я, медведь». Помимо этого, ромком «Между нами лето» для тех, кто замерз. Новый фильм «Квартета И» «Один дед в Самбуле» и документалка «В Арктику». Мы как раз в ней практически и находимся. Это все, что касается российских киноновинок. Есть там еще несколько, но оставим их на самосвязь на изучение. А поговорим о том, что приготовила нам иностранная киноиндустрия. Так, скажу сразу, что хорошего кино из-за рубежа, к сожалению, не так уж и много. Преимущественно, это азиатские интерпретации различных сюжетов, которые нам уже давно известны. Также ужастики и фантастика. Вот, например, фильм «Форсаж» Паттайя. Это абсолютно не тот форсаж, о котором вы думаете, Доминика Торетто там нет. Это просто хитрая уловка тайских режиссеров, которые назвали так свой фильм о машинах. Но есть и более известный нам кинокартин. Например, «Три мушкетера» от французских режиссеров. «Вы явились спасать не меня, а Констанцию Бонасья». «Где она?» «Я знаю, что ее похитили вы». «Жаль, что вы не на моей стороне». «Где вы ее прячете?» «Вы заплатите за это оскорбление». «Он вернет ее мне или умрет?» «Берегись, Д'Артаньян, эта женщина тебя околдовала». «Мы убийцы Д'Артаньян. Хочешь ты этого или нет?» Это вторая часть. Первая называлась «Три мушкетера Д'Артаньяна». А это «Три мушкетера Миледиа». В главной роли здесь Ева Грин. Вообще, хорошие отзывы и о первой части. 7.0 у них на кинопоиске. В отзывах хвалят актерский состав, антураж, костюмы. Есть вопросы к затянутости сюжета. Но что поделать, всем не угодишь. Зато можно посмотреть на Еву Грин и Винсент Костеля в одной кинокартине. В принципе, по-моему, стоит того. А вот вам еще новинка от иностранных режиссеров. «Аргайл. Супершпион». Этот фильм от режиссера Мэтью Воном. Он снял «Кингсмена» и еще несколько частей «Людей Икс». Поэтому должно быть что-то явно красивое и стильное. Мы с вами не такие уж разные. Агент Аргайл. Выручишь? Сейчас. Книга феноменальная, милая, но... Что будет дальше? Мама, тут лифхэнгер. Нет, Элли, это халтура. Это и боевик, и комедия. Писательница создает роман о супершпионе, но в какой-то момент сама оказывается в достаточно криминальном переплете. Помимо этого, здесь присутствует очень милый кот. Вам пора познакомиться с настоящим агентом Аргайлом. Боже мой. Боже мой. О, боже мой. Ну и напоследок хорошая новость для любителей комиксов. В январе радовались фанаты DC, ведь вышла новая часть Аквамена. А теперь в феврале настала очередь любителей вселенной Марвел. Ведь на большие киноэкраны выходит картина «Мадам Паутина». Новый герой этой вселенной. Что со мной происходит? У меня возникают видения. Я знала, что он умрет. Кажется, я могу видеть будущее. Да, Нью-Йорк стал еще безумнее. Да, Нью-Йорк стал еще безумнее. Я вижу будущее. Какого хрена? Это не предвидела. Это не так работает. Да, кажется, что какой-то феминистической повесткой повеяло. Но, может быть, это такая женская энергия Дакоты Джонсон. Все мы, конечно, помним начало ее карьеры, мистера Грея и все прочее. Но в целом фильм должен быть добротно снятый. Наверное, стоит посмотреть. Ходите в кинотеатры, смотрите фильмы на большом экране. Это по-прежнему отдельный вид удовольствия. Выбрали самые яркие новинки февраля. Галюди метрадзе Евгения Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.